Здравствуйте! Я думаю, в первую очередь, сейчас людей интересует, куда пойти в августе и сентябре. Так как у нас музейный комплекс, который состоит из двух музеев, художественного музея и музея краеведения, что касается художественного музея, там в данный момент работает выставка очень интересного художника Милославского Юрия, но она, к сожалению, заканчивается. И мы рады, что именно его выставка вызвала повышенный интерес у горожан. Потом у нас открывается выставка новочебоксарского художника Андрея Ченакина. Это художник тоже очень своеобразный, у него это юбилейная выставка. Воздем программы в сентябре будет, конечно, выставка впервые в истории нашей республики, нашего города, выставка дипломных работ художественного училища. Это живопись, это декоративно-прикладное искусство, это театральная и скульптура гончарная. А теперь переходим к музею краеведения. На данном этапе у нас продуктивно работает выставка, посвященная палеонтологии. Так как главная идея нашего музея истории заложена в том, чтобы показать развитие земного шара на примере нашего города. В настоящий момент мы завершаем второй раздел, это археология родного края. То, что было найдено археологами в 1923 году, в 1937-1956 году. Все вот эти экспонаты, найденные уникальными археологами. Итак, дорогие друзья, я вас приглашаю в наши оба музея на удивительные уникальные выставки. Мы рады вас встретить, рассказать обо всем и ознакомить с программой на будущее. Приходите, мы вас любим и ждем. Музей истории предлагает окунуться в далекое прошлое не только взрослых, но и детей. Например, вот таким вот легким движением руки дети могут раскопать скелет настоящего детеныша-динозавра. Сабина Вишневская, Петр Куприянов. Новости Нового Чебоксарска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...